Прививаться по графику Раиса Королёва решила, как только появились первые вакцины от COVID-19. В 4-ю городскую больницу на ревакцинацию женщина пришла не впервые. У нас все мои подруги, соседки, еще у меня все моложе меня подруги, все попривиты в основном. Все прививайтесь, люди добрые. Добраться до прививочного пункта Раисе Васильевне помогла сотрудница социальной службы. Несколько лет назад Раиса Королёва потеряла сына и мужа, помочь некому. Дойти до поликлиники самостоятельно из-за заболеваний суставов она не может. Бабушки, сами знаете, могут сесть на лавочки. Одна где-то температура, а одна где-то покашляла, а другая с слабым иммунитетом всю эту инфекцию приняла. И, естественно, конечно, нужно все равно прививаться. Иммунопрофилактика опасной инфекции особенно важна для пациентов из групп РИСК, к которым относятся люди старше 60 лет. А также те, кто страдают заболеваниями дыхательных путей, сердечно-сосудистой и эндокринной системы и другими хроническими болезнями. В 4-й городской поликлинике привиться можно с 8 утра до 8 вечера, включая выходные дни. Пациенты, которые маломобильные, нетранспортабельные, у нас созданы мобильные бригады, и мы на дому вакцинируем данных пациентов. Те пациенты, которые могут прийти, они приходят, как я назвала, график работы, в любое время их вакцинируют. Для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. При вакцинации можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник Ви», который абсолютно идентичен вакцине «Спутник Лайт». Записаться на прививку можно дистанционно на портале госуслуг, по телефону поликлиник или по номеру горячей линии 122. Ольга Павлова, События. Я и пустыри.